К осени текущего года будет решена судьба двух десятков земельных участков, расположенных в границах городского округа город Вешкар-Алан. Этот вопрос в числе прочих обсуждался на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции, которое прошло в правительстве Мариел под председательством главы республики Александра Евстифеева. Земельные участки, о которых идет речь, имеют разную площадь и могут быть использованы для различных нужд – строительства жилья, развития малого и среднего бизнеса, а также для реализации социальных проектов. Есть около двух десятков вопросов по решению юридической и фактической судьбы земельных участков в столице. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Надо принимать законное обоснованное решение. Либо эти участки выставляются на торги, и это и тема бюджета, и это тема удовлетворения потенциальных заявителей. Либо принимайте обоснованное решение, отказывайте. Ну, почему? Ну, чтобы не получилось, что органы власти здесь ведут себя как собака на сень. Перечень этот у мэра есть, и мы с ним договорились о том, что мы совершим объезд по городу, посмотрим эти участки. И никакой здесь тайны мадридского двора быть не может. Надо решать, повторюсь, их юридическую и фактическую судьбу. Еще одной темой заседания стало повышение эффективности работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих, а также по выявлению и предотвращению конфликтов интересов, в том числе в депутатском корпусе. Так планируется разработать форму предоставления сведений о выполнении служащими иной оплачиваемой работы. До окончательного утверждения документ будет отправлен на отзыв депутатам и главам муниципальных образований, после чего будет сформирована его окончательная редакция. Как было отмечено по итогам заседания, правовая грамотность госслужащих и соблюдение ими антикоррупционных правовых норм – одно из необходимых условий соблюдения ими должностных обязанностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова